Чем можно привлечь к себе внимание? Умом, красотой, интеллектом. А можно шумом, криком и очередным Майданом. Добрый вечер. Как всегда в это время с вами программа «Я так думаю». 24 мая в Киеве состоялся митинг радикально националистических партий и движений. Очередной Майдан оказался довольно жиденьким и хилым, но, как всегда, очень агрессивным. Представители нацкорпуса «Свободы» и некоего правого дела вышли с полузабытыми лозунгами «Нет капитуляции». Вышли, невзирая на ослабленный, но карантин. Правда, как уже было сказано, их малочисленный состав, видимо, не заинтересовал коронавирус. И вспышки заболевания в стране, слава богу, не произошло. В качестве приманки и привлечения внимания прохожих на митинге был представлен моноспектакль Сергея Паяркова, известного как художник, но в последнее время как личный гражданский адвокат господин Порошенко. Уж не знаю, какой господин Паярков художник. Говорю это без иронии, мне просто неизвестно его творчество. Но актер он и политический адвокат явно никудышний. Пытаясь пародировать президента Зеленского, он отпускал примитивные глуповатые шутки, вызывая смех и аплодисменты только митингующих и отталкивая людей с художественным вкусом. Видимо, поэтому интеллигентные люди обходили стороной очередной Майдан. Самые смелые пытались его фотографировать, но отнюдь не присоединяться к нему. Как всегда, смелыми нельзя было назвать полицейских, которые наблюдали, а возможно охраняли Майдан, до того момента, пока в них не полетели зажженные фаеры и камни. Если не хватает смелости, то чувство самосохранения все-таки не подводит никогда. Давайте вспомним, как полиция равнодушно и спокойно наблюдала за избиением журналистов, озверевшими активистами в прошлые годы. Не обращая внимания на оскорбления в адрес журналистов, на хулиганство в виде обливания их краской, что, кстати, называется порчей имущества. Но как только опасность распространилась на самих блюстителей порядка, они вспомнили свои обязанности и даже арестовали нескольких молодчиков. Правда, как всегда, ненадолго. Малочисленность очередного Майдана объясняется рядом причин. Люди устали и разочаровались в Майданах, которые ничего, кроме смуты и обвала материального благосостояния, не привносили в украинское общество. Да и грубый радикализм украинцы в целом всегда отвергали. Доказательством служит тот факт, что радикально националистические партии не пользуются доверием людей на выборах. Исключением стала миноритарная фракция свободы в Верховной Раде Седьмого Созыва. Но, наверное, главной причиной малочисленности Майдана 24 мая стало отсутствие его финансирования. Все революции, по крайней мере, 21 века, основывались на серьезной финансовой поддержке. Кто их финансирует? С одной стороны, это тайна за семью печатями. С другой стороны, из всех украинских Майданов неприлично торчали уши Сороса и некоторых иностранных посольств, которые превращали тайну за семью печатями в секрет Полишинеля. Напомню, что образ Полишинеля пришел к нам из французского народного ярмарочного театра 16 века. Тогда на ярмарочных площадях смешной, визгливый герой сообщал зрителям давно известные истины. Он был смешным, но любимым народным героем. В отличие от современных героев революции Майданов, исполняющих патриотические песни и часто возвращающихся с Майданов состоятельными и разбогатявшими людьми. В последнем хилом Майдане финансовые уши торчали не из посольств и фонда Сороса, а из кошелька господина Порошенко. По крайней мере, они предательски вылезли в Одессе на еще более хилом Майдане, во главе которого стояли одесские лидеры Европейской солидарности Алексей Гончаренко и Петр Обухов. Но отчего вдруг вспомнили и вытащили из Нафталина старые сказки о капитуляции? Не потому ли, что они случайным и странным образом совпали с очередным коррупционным скандалом вокруг господина Порошенко? Напомню, Андрей Теркач, нефракционный депутат Верховной Рады, обнародовал пленки переговоров, на которых звучат якобы голоса пятого президента Украины господина Порошенко и тогдашнего вице-президента США Джо Байдена, из которых торчат, ну, самые уродливые уши. Байден якобы настаивает на увольнении генпрокурора Шокина, который начал расследование коррупционной деятельности компании Буризма, в которой работал и получал кругленькие суммы сын Байдена Хантер. Ну, а господин Порошенко отчитывается перед Байденом в повышение тарифов для населения не на 75%, как того требовал МВФ, а на все 100%, видимо, из-за особой любви к собственному народу. Как следует, из пленок все эти действия господин Порошенко осуществлял не за спасибо, а за миллиард американских долларов. Достоверность пленок остается под вопросом до заключения экспертов. Но, кажется, этот миллиард все-таки предназначался для Украины, а не лично для господина Порошенко. Если, конечно, ему поможет данная деталь. Кассетные пленочные скандалы возникали в Украине неоднократно и даже регулярно, но никогда и ничем не заканчивались, хотя серьезно портили репутацию политиков. Уверена, что и последний коррупционный скандал сойдет на нет, как и все предыдущие. Ну, а Деркач и Порошенко обменялись любезностями. Деркач увидел в записях состав государственного преступления пятого президента. А последний по традиции назвал Деркача пятой колонной и агентом КГБ. Ну, а для отвлечения внимания в Киеве и Одессе были организованы хилые майданы, вытащенные из бабушкиных сундуков лозунги «Долой капитуляцию». Хотя никаких действий по выполнению минских соглашений и договоренностей нормандской четверки не предвиделось. Испортить политическую репутацию Порошенко последним скандалом в принципе удалось, хотя его репутация была полностью уничтожена за пять лет его правления. А вот кому действительно придется нелегко, так это Байдену, претендующему на пост американского президента. Есть такой исторический анекдот. Некий болтун типа Полишинеля долго и нудно учил и просвещал известного древнегреческого мыслителя Аристотеля. И, наконец, спросил, «Я вас не слишком утомил». На что Аристотель ответил, «Да нет, я вас просто не слушал». Для Аристотеля это был мудрый ответ. А вот для борьбы с коррупцией отдельных информационных взрывов в виде пленочных скандалов явно недостаточно. Нужна сильная независимая правовая система. Плохим законам редко подчиняются, а суровые справедливые законы редко приводятся в исполнение, говорил американский ученый-политик Бенджамин Франклин. От себя добавлю, суровые справедливые законы в Украине всегда замирали перед большими деньгами. Я так думаю. С вами была Татьяна Николаева. Будьте здоровы и увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин